Я бы хотела спросить у вас, и наверняка это интересно нашей аудитории, каким вы видите все-таки сейчас после этой истории с русским маршем, после того, что его, в общем, резко раскритиковали этого человека, Алексея Навального, каким вы видите его будущее ближайшее? Я не знаю, будущее Алексея Навального зависит от Алексея Навального, знаете, я же наблюдатель, действительно, я наблюдатель, я думаю, что те взгляды, которые Алексей Навальный высказывал в ходе обсуждения вокруг русского марша, это его истинные взгляды, это взгляды не конъюнктурные, не просто политические, не просто борьба за электорат, мне представляется, что он так видит. Они популистские. Нет, они популистские, но у человека могут быть популистские. Цель не популист. Нет, ну, любой политик продает свои взгляды, оформляя их определенным образом. Ну, я думаю, что Алексею Навальному очевидно, как человеку умному, что, скажем, введение виз со средней азии ничего не даст. Ну, ничего не даст, можно вводить, можно вводить, да пусть введут, неэффективно, вот я опять говорю об эффективности. Сейчас там покупают паспорта, будут покупать визы, тоже мне большая проблема. Это как раз коррупционная мера нашим таможенникам, погранцам, ФМСникам. Да, ну что, купить визу, но будут платить не 100 долларов, а 120. Это неэффективная история, пусть ведут, но Алексей, как человек грамотный, образованный, политически тонко чувствующий, понимает, что, извините, толпе надо бросать простые решения. Вот ведут визы и наступит вам счастье. Отвечаю, не наступит, но я не политик. Если бы я был политиком, я бы говорил, наступит, но не наступит. И поэтому надо понимать, что Алексей впитал в себя уже и лучшие черты политика, и худшие черты политика. Но вы только что сказали, что он так думает, не только потому, что толпе нужно бросать. Нет, про визы он так, я думаю, что про визы он так не думает, это моя точка зрения. А про что он так думает? Он же умный, он же понимает, что он думает про выборы, он думает про власть, как любой политик думает про власть, Алексей думает про власть. Нет, я имею в виду систему взглядов, которую он обнародовал накануне русского марша. Скажешь, что, скорее всего, это все-таки его безотносительно к выборам. Но обернутое в популистскую, безусловно, меру. Потому что я вам могу сказать, что, скажем, уж президент Путин у нас имперец-имперец, но посмотрите его выступление против национализма, против ксенофобии. Я вчера опять на празднике милиции у него, он четыре раза, четыре раза в своей там семиминутной речи говорил о необходимости бороться с ксенофобией и национализмом, потому что понимает, что это конец России. Но это же всего лишь слова, это же заклинания. Как вы различаете, где слова, а где не слова? Секундочку, потому что слова президента воспринимаются, скажем, теми генералами, среди которых я сидел, как инструкции и руководство к действию. И слова Алексея Навального как политика воспринимаются его сторонниками, как руководство к действию. Это нормальная политическая история. Я еще раз повторяю, что Путин, будучи имперцем, будучи русским, будучи православным, безусловно, сейчас очень интересуется история России, я знаю, тем не менее, как ответственный политик, он понимает, что вот в этой, в национальном вопросе, да, это его сторона. И это одна история, другая история с Алексеем Навальным. И я вам скажу страшную вещь, что в этой истории я ближе к Путину, чем к Навальному. — Ничего страшного в этой вещи нет. — Ну, тем не менее, я считаю, что президент в этом вопросе более прав. Более прав. Я сейчас не правился. — Да, если он действительно... — А это политика, что такое искренний в политике? Ну, что такое жареный лед? Ну, как человек бывает, не бывает. Не бывает, но не бывает. — Алексей, вы сами начали с того, что это его взгляды, плюс он их оформляет. — А это взгляды Путина. — А это взгляды Путина. — Мы все-таки какой-то искренний допускаем, что есть... — Я не допускаю. Я не допускаю. Политик всегда действует, исходя из сиюминутных интересов. В России, во всяком случае. Там хорошо, когда его взгляды... — Я тем же успехом могу сказать, что Путину сейчас выгодно произнести эти слова. — Он все время это говорит одно и то же. — Да, вот именно, кстати, говорит. — Когда он говорил, что национализм — это хорошо, и ксенопобия — это прекрасно. Такого не было никогда. Весь вопрос поощряются, эти вещи, на уровне... Понимаете, ведь все время подозревают власть в чем? Что она это не то, что провоцирует, но она немножко симпатизирует. — Она немножко отдала, слегка отдала праздник, День народного единства русским маршем. — Я не понимаю, что такое слово «власть». Во власти есть разные люди. Кстати, вокруг Путина люди с разными точками зрения на эту проблему. — Ну, мы знаем, что такое власть. — И мы знаем, что русский марш и День народного единства — Владислав Юрьевич Сурков. — Да, который когда-то все-таки олицетворял идеологию власти. — Пусть занимается Абхазией и Осетией. Когда-то да, а сейчас уже нет. — Но все, что он сделал, ведь продолжается. — Продолжается. — Ведь никто же не отобрал у них обратно этот праздник. — Он все еще праздник русского марша. — Мы знаем, что у Владимира Владимировича Путина, я знаю, нет обратного хода. Понимаете? Он политический упрямец. Давайте я назову это своими именами. Вот политическая классификация его — политический упрямец. У него упрямство политическое, упорство, если хотите, в более благородное переведу. Это его качество, которое ведет к негативным, в том числе, для меня, мне кажется, как гражданин-избиратель, к негативным последствиям. И многие политические решения Владимира Владимировича я не разделяю, и я бы за них никогда не проголосовал, и за него тоже в этом смысле. Но его упрямство заключается, с одной стороны, в том, что праздник связан с его именем, а не с именем Суркова. Перенос с седьмого на четвертый. — Конечно, конечно. — Это он вел праздник. Этот праздник активно поддерживает один из крупнейших столпов его режима — это русская православная церковь. Он пойдет против, он уважает, он применяет ее. Поэтому выбор нелинейный, но в вопросах, повторяю, национализма, он в жесткую просто. Он просто в жесткую. Причем не только русского национализма, любого национализма, он в жесткую, башкирского, в жесткую. И это так он видит, что вот Россия как империя, он же имперец, он не националист. Россия как империя может существовать только многонационально, многоконфессионально. Если она будет поощрять национализм, она развалится, как империя. Второй будет развал или третий развал. Он это понимает. Если все-таки вернуться к системе взглядов Алексея Навального, в плюс ему пойдет или в минус то, как он их проявляет? Не знаю. У кого? Есть категория людей, у которых это приветствует, есть категория людей из его избирателей. Знаете, мне как легко говорить, потому что я не хожу на выборы. Я принципиально не хожу на выборы. Поэтому мне говорить легко. Поэтому я не избиратель ни одного, ни другого, ни третьего, ни четвертого, ни пятого, физически не опускаю бюллетень. Но есть значительная часть людей, в Москве их 82%, которые поддерживают идею Навального ведения виз. И не поддерживают идею Путина не ведения виз. По конкретному случаю. Вот эта история, она вот такая. Значит, в этой истории, когда ты выбираешь, если ты выбираешь, я на стороне Путина. В этой истории. Есть другая история, которая тоже декларативна. Навальный декларирует необходимость возвращения к демократическим процедурам, декларатическое избрание парламента. Путин говорит, нет, надо идти осторожно, нужно туда-сюда. Здесь я на стороне Навального. Народ готов к демократическим процедурам, и напрасно Владимир Владимирович их тормозит. Я бы сказал, я с этим не согласен. Поэтому я всегда людей, я же наблюдатель, я рассматриваю не как целиковые фигуры. Я рассматриваю по их словам и по их решениям. Мне кажется, что нормальный человек, избиратель, не избиратель, он должен исходить из их решений и слов. Они из того, высокий, красивый, голубоглазый или зеленоглазый. Вы знаете, но они же еще избиратели исходят из групп поддержки этих людей. И мне показалось, почему я все время вас спрашиваю про плюсы и минусы, мне показалось, что он лишается сегодня очень мощной публицистической поддержки, которая у него была. Вы знаете, что мы читали в блоге самых ярких. Послушайте, это его риски. Он самостоятельный политик. И надо относиться с уважением к тому, что самостоятельные политики принимают риски потери части поддержки аудитории и приобретения за счет этого другой части аудитории, другой поддержки. Может быть, менее образованной, более ксенофобной, но более обширной накануне выборов. Это его риски, потеря внимания или там, так же, как потеря Путина. Очень много людей, я все время сравниваю, очень много людей, моих знакомых, хороших друзей поддерживало Путина в первые годы. Голосовало за него, поддерживало, убеждало меня. Я не голосовал, я говорил, ребята, что вы пристали, я не голосую. И они разочаровываются в нем, разочаровались в нем. И они об этом говорят публично, потому что он поменял политику, поменял риторику, сделал массу вещей, которые этих людей не устраивают. Ну и что? Он говорит, ну и что? Зато он приобрел остальную Россию. И так же с Навальным. Они похожи в этом. Они в этом похожи. И когда Ксения Собчак мне год тому назад сказала, что ты ищешь, два года назад, что ты ищешь Путина 2.0? Я тогда думал, какой Путин вернется как президент. Я знал, что он вернется, я догадывался. Она говорит, что ты ищешь Путина 2.0? Вот Навальный, это тот же Путин 2.0. Сказала мне два года назад. Это интересно, что либо Ельцин 2.0, либо Путин. Его сравнивают либо с одним, либо с двуми, либо с другим. Ну а с кем сравнивать? Ну с кем сравнивать? Я могу его Джириновским сравнить. Пожалуйста, хотите, я его сравню с Левичевым. Неважно, есть фигуры, которые там очень сильные. Что президент очень сильный. Навальный очень сильный. Стартово сильный. Конечно же он сильный. Конечно же он сильный. Но поэтому сравниваешь. Сильный-сильный. И всю эту силу он сохранил. Вот после всей этой истории я все... Не знаю. Это покажет... Это покажет... Нет, мне ничего не кажется. Я наблюдатель. Я не прогнозирую. Вот мы посмотрим, сколько голосов его кандидаты, поддержанные Алексеем Навальным, будут набирать на выбор. На каких? Через год. То есть нам нужно ждать год для того, чтобы понять, как сказалась эта история. А как можно оценить? Как? Но есть люди, есть наблюдатели, которые берут на себя ответственность и скажут, что он политический труп. Все, после этой истории он не жилец. Я наблюдатель безответственный. Я не беру на себя ответственность ни за что, кроме своих взглядов. Что ж, на этом нам приходится завершить... На моей безответственности. На полной безответственности Алексея Венедиктова. Мы завершаем программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свободы. Напомню, что нашим гостем и нашим событием был главный редактор радиостанции «Эк Москвы» Алексей Венедиктов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...